Добрый день! Друзья, меня зовут Алексей Музырев. Кто меня не знает, я являюсь представителем компании Градиент в Самарской области. Я сейчас нахожусь в доме, в частном доме, площадью 160 квадратных метров в городе Новокрубшевском Самарской области. Сегодня у нас 1 декабря 2018 год. Мы здесь установили 12-киловаттный котел. Здесь мы установили гидравлическую стрелку. Кто не знает, можете описать и посмотреть в интернете. То есть она распределяет потоки, стабилизирует давление в системе, предотвращает столкновение интересов насосов, чтобы не передавливал один насос в другой. В общем, работает она очень качественно. То есть можно любой комплекс перекрыть, давление везде стабильное. Работает все замечательно. Мы сейчас попросим владельца дома. Его зовут Алексей. Алексей, будьте добры, расскажите пару слов, откуда вы узнали о нашей компании. Ну и вот поподробно мы сейчас с вами можно пообщаемся. То есть насколько вы довольны, недовольны. Ну узнал из интернета. Встал вопрос о подаче тепла в дом. Соответственно, всегда у нас хочется быстро, дешево и качественно. Ну как бы придерживался этих критерий, нашел в интернете после долгих поисков вот такие вот котлы гардеев. Решил попробовать смысл в ценовом качестве, что брать за вас такой, ну как заводской, заводские электрические там вот, кувалда продают. Цена практически одна и та же, но тут обещали как экономию. Но пока на данный момент я вижу это. Меня устраивает все. Вы узнали из интернета, правильно? Да. Вот многих интересует вопрос, насколько, как вообще происходит оплата. Обманули ваши ожидания, не обманули, потому что многие, допустим, вот увидели в интернете источник информации, да, они нас как бы в лесу не знают, с нами не знакомы и опасаются, то есть не доверяя, можно ли оплатить, как оплата происходит. Расскажите, как вы оплачены. Нет, ну почему не доверяя? Нет, я оплачивал по безналову, вот на сайте есть организация это и Guardian, есть все реквизиты, есть реквизиты там этой организации, я думаю, в наше время опасаться нечего, когда есть уже вся информация об организации, и тем более, ну люди пишут, отзывы, все-таки решился, но пока доволен. Так, Алексей, вы оплатили, скажите, пожалуйста, как долго, как долго выполнялся ваш заказ, как долго вы ждали? Как сказали, так и пришел, где-то неделю, наверное, полторы, пришел, наверное, за неделю пришел заказ. То есть вы оплатили через неделю, когда пришел? Да, 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 через неделю пришел. Нас теперь интересует вопрос, насколько качественно, я не буду себя рекламировать, вот с вашей позиции мы качественные смактировали схемы, некачественные, просто вот как есть право говорить, мы с моей позиции, да, с моей позиции качественно, как бы что-то такое примерно я для себя представлял, что я хотел увидеть изначально, ну, конечный результат, да, конечно, то, что я хотел увидеть, то я и увидел, все качественно, аккуратно, и без лишних там, да, давайте мы, я забыл сказать, как вообще у вас система отопления устроена, значит, смотрите, здесь Алексей сделал первый этаж, он сделал только теплый пол, система теплого пола, здесь нет радиаторов, на первом этаже вообще нет радиаторов, теплый пол отрегулирован таким образом, что температуру мы можем показать, давайте покажем нашим зрителям теплый пол, да, да, сейчас мы покажем, то есть вот сейчас у нас котел включен, котел настроен на показатели, обратка сейчас 49 градусов стоит, прямая на 55 градусов настроена, через гидравлическую стрелку настроена система теплого пола, здесь стоит трехходовой клапан, и он позволяет перепускать, если есть необходимость, то есть здесь создается заданный параметр, да, и чтобы он выполнялся, он перепускает, с обратки напрямую перепускает более прохладную воду, да, тем самым регулирует температуру в системе теплого пола, мы здесь поставили дополнительные термометры, да, чтобы дополнительно можно визуально было контролировать температуру, дублирующие, вот сейчас у нас на подаче теплого пола 54 градуса, все приходит, и обратка 38, гидравлическая стрелка, чем она еще хороша, у нее есть, здесь стоит воздушник, он может, сравнивать сам давление дали, и у него стоит грязелик внизу, то есть если вдруг в системе какая-то попадает, особенно в период пуска, да, то есть вот здесь сливаем, там, какая-то грязь, может в системе попадаться, когда паяли, все это сливается, и замечательно работаем, так отстойнее вот здесь работаем. Алексей, скажите, пожалуйста, вот, то есть я понял так, система водовольная, все у вас работает хорошо, скажите, пожалуйста, всех мучает один вопрос, насколько альтернатива поставить электрический котел, она оправдывает себя в отношении, если ставить газ, я все понимаю, что там у нас с газом это бюрократическое процедование, там, техзадание, там, и так далее, и так далее, и так далее, вот мы поставим котел, сколько вы сейчас платите, у нас уже есть, примерно две недели вы поставили, да, по ценовой, по ценовой, если судить сейчас по счетчику, вот, две недели, сегодня как раз две недели но вместе с пусконаладкой по деньгам по деньгам нагорело где-то порядка на четыре с чем-то тысячи но и дискусско-наладка у нас был по-моему я два вам говорили не было суббитно программах раз морозы были первые но сейчас нет сейчас стабилизировала сейчас выходит мы вышел на режим раз у нас вчера было минус 18 вечером я замерял где-то 7 минут 20 секунд он работает и 5 и 10 5 минут 10 работы стоит дольше вчера то есть как раз в среднем и выходит где-то в районе 5 киловатт если там считать я больно то не вдавался там вот эти мелочи как бы я примерно прикинул что ну при самой лютой даже если зиме мы я думаю на 15 там 13 еще выйдем по сравнению с квартплаты в обычном доме это для такого но меньше он будет не я про самую самую там зубы если я я беру всегда по максимуму если будут там всю зиму там в районе 30 градусов ну и все это на максимум прямо все это определить включить мы все равно да иллюзии питания надо много многие думают что котел поставили они будут 3000 рублей платим конечно не буду 3000 платить понятно но в любом случае это значительно экономнее нежели любые другие электронагревательные приборы там допустим термого типа или еще какие то есть мы себя позиционируем как компания которая продвигает продукцию который экономит примерно в два раза по сравнению с другими электрическими приборами алексей но у наших клиентов до потенциальных будущих есть какое-то ощущение что мы снимаем подумал пистолет я пистолет убрал сейчас скажите пожалуйста можно нам доверять по частной работе как ну доверять можно работать можно связывается контролирует как бы обратная связь обратная обратная связь до существует все это все созванивался все прекрасно по связи девушку себя но у нас надежда дата менеджер алексей самый немаловажный вопрос все все бизнесы для них ответ на этот вопрос очень важно вы у нас порекомендовали своим знакомым у которых есть подобные объекты подобные да да уже интересуются у меня и на работе интересуются люди я фотографировал показал то что сейчас строится где тоже нет участков с газификацией и на будущий год как бы люди тоже готовы поставить все ждали меня как это все будет выглядеть но классно алексей спасибо большое спасибо что выбрали нас мы очень рады работать для наших клиентов